Уже несколько лет в России обсуждают закон, стоит ли переходить на пятидневное обучение школьникам. В России некоторые школы уже перешли на этот график. А стоит ли в Сарове делать пятидневное обучение, пойдемте узнавать. А как вы считаете, нужно ли в школах переходить на пятидневное обучение? Я считаю, что возможно. Почему? Ну, с одной стороны, детям будет очень тяжело. Это, получается, по 7-8 уроков будет в день, но при этом два дня выходных. Ну, тут две точки зрения, как говорится, у медали две стороны. Наверное, нужно. Почему? Ну, это удобнее, когда есть два выходных. Я считаю, что учеба – это самая сложная профессия, поэтому очень сложно позволить себе 8 уроков в день. И я думаю, что с дневным гораздо более удобным способом улучшения. Ну, я думаю, что да. У детей будет больше времени для подготовки домашнего задания. Также появится больше свободного времени. По большому счету, это имеет смысл, но с некоторыми доработками. Например, в старших, скажем так, классах, ну, начиная с 9-го и выше, можно уроки организовать парами, чтобы школьники уже привыкали. Ну, вернее, конечно, многие потом в университет пойдут. В школе и так сознание колещит. Пять дней еще они выберут предметы, которые им нужны, не нужны. В итоге там выучат какую-то узкую специальность, которая потом будет им не нужна, и потом не смогут переквалифицироваться. Ну, да, нужно остаться на шести дневных. Почему? Ну, я считаю, что это нормально, как бы образование всегда так было. С одной стороны, в принципе, хорошо, а с другой стороны, не очень. Нагрузка будет большая. Сейчас и так большая нагрузка. Опрос показал, что большинство саровчан за то, чтобы их дети учились пять дней в неделю. Это позволит им вместе проводить больше времени. Для вас опрос проводили Ирина Вышегородцева и Артемий Глазков. Ирина Вышегородцева и Артемий Глазкова и Артемий Глазкова и Артемий Глазкова. Ирина Вышегородцева и Артемий Глазкова и Артемий Глазкова.